Испалиться, да, и не договорить лишнего. Бармали и остальные, как бы, крокодил там есть. И они прямо вот разбирают тему по косточкам. Мне, конечно, жалко товарища. История не закончилась никаким штрафом, тем более таким большим. Человеческий фактор. Всем привет! В этом выпуске. Динонимизация ТОР. Наказание за дипфейки. Мета сохранила пароли в открытом виде. Управление газелью силой мысли. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Итак, сегодня у нас в гостях Карен Казарян, директор Института исследований интернета. Здравствуйте! Кирилл Аношин, директор национальной геоти фрилансеров. Всем привет! Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователя Координационного центра доменов РУ РФ. Друзья, здравствуйте! И Сергей Тюмин, член Молодежного совета Координационного центра доменов РУ РФ, ведущий специалист отдела организации научно-исследовательской работы студентов МТУСИ. Добрый день, коллеги! И в первую очередь я хотела бы всех поздравить. Мы записываем подкаст 30.09 и сегодня отмечается День интернета в России. Пусть интернет продолжает соединять нас, открывать новые горизонты и приносить только положительные эмоции. А мы начинаем. Итак, наша первая новость. В ТОР научились нравить личности пользователей. Недавно было проведено журналистское расследование, которое показало, что правоохранительные органы по всему миру активно используют методы для подрыва анонимности пользователей в сети ТОР. Собственно, они эксплуатируют ряд уязвимостей и, проведя ряд операций на ключевых углах сети, могут деанонимизировать отдельных пользователей и отслеживать их активность. Кстати говоря, была еще одна новость, тоже связанная с, скажем так, деанонимизацией. Дуров Павел наш готов передать органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей, ну и, соответственно, органам. И для дальнейших расследований эти данные могут использоваться. Ну, собственно говоря, если говорить про ТОР, то это вообще, наверное, такой вопрос спорный. Вроде и про VPN-ы мы, наверное, в открытую сейчас лучше, наверное, не разговаривать. Но если что, мы не пропагандируем использование таких сервисов. Но в любом случае интересно, кто может получить доступ к такой информации и как вообще вот страны, как говорится, по всему миру могут получить такие данные, как они между собой могут обмениваться. Ну, допустим, вот человек из спецслужб понимает, что пользователь находится в России, но как будто бы уже нужно обращаться в российскую правовую структуру, которую будет расследовать. В общем, пока момент не очень понятен. Может быть, вы прокомментируете, и мы вместе как-то разберемся в этой ситуации. Ну, начну. Как эксперт, главное не спалиться, да, и не договорить лишнего. Ну, во-первых, да, надо на берегу понять, что ТОР как проект изначально финансировался правительством Соединенных Штатов Америки. И надо сразу понимать, что даже на входных нодах сразу же где-то остаются IP-адреса входящие, да. ТОР никому якобы не разглашает. Можно воспользоваться ТОР-браузером в связке с VPN или без связки с VPN. Но в целом, на самом-то деле, здесь самая основная часть, можно сказать, деанонимизации пользователей ТОРа в их ошибках. Ну, порядок, подавляющее большинство тех, кто пользуется ТОРом, просто совершают какие-то ошибки, связанные с тем, что, ну, например, заходят те же самые соцсети, в которые они заходили неанонимно, какие-то еще совершают вещи, позволяющие сопоставить пользовательский профиль и паттерны поведения в сети. И этим образом можно просто легко себя обнаружить. Ну, и заканчивая тем, что, в общем, есть определенная гигиена пользования, вот когда ты полностью хочешь быть анонимный, это должен быть либо отдельный компьютер, это должна быть операционная система, которая полностью под твоим контролем, без вмешательств даже гипотетического там со стороны Троянов и еще чего-то. Действительно, спецслужбы Law Enforcement по всей планете анализируют трафик, смотрят поведенческие параметры тех или иных пользователей. И, в принципе, если вы однажды уже там на своем рабочем компьютере воспользовались каким-то таким анонимизатором, в том числе и ТОР-браузером, помните, о вас уже спецслужбы знают. Но что касается Телеграма и выдачи IP-адресов всевозможных бармалеев, ну, слава богу, да, раньше только одна-две спецслужбы могли беспрепятственно получать информацию из Телеграма. Теперь Телеграм стал, как все другие средства общения между людьми, по запросу любых правоохранителей можно получить информацию о каком-то нехорошем бармалее. Слава тебе, Господи! Ну, позвольте, я тогда продолжу после Жора, да, так как мы в одно время начинали и попробуем тоже поляну не спалить. Собственно говоря, я возвращаюсь к самой новости. Я, конечно, не силен на немецком языке, от слова совсем, да, там только поставил советским фильмом про войну, но я ее попытался перегнать через разные переводчики онлайн, да, и, как бы, основная фишка-то в чем, да, что господа полицмейстеры немецкие, да, которые вот эту всю штуку, как бы, сделали, они просто внутрь системы, внутрь системы, которая работает той, да, в одну, сделали некую инъекцию, да, и анализируя во временном интервале, как бы, входа разных, как бы, людей по своей адресации, они, как бы, обнаружили вот некие закономерности, которым, как бы, следующим ходом был запрос к оператору связи, как бы, кто, кто в данный момент время туда ходил, анализ и, там, тух-тух дверь и ханды-хох, да, собственно говоря, система-то, она достаточно понятная и простая, но с точки зрения нашего телеком-рынка, да, Жор абсолютно правильно сказал, что есть точка входа, и там дальше внутри уже все работает, но попробую, знаешь, как вот на простом примере для обывателя, да, это как РДП, да, на Венге, да, то есть ты можешь дистанционно зайти в свою локальную сеть и внутри по интернетской адресации уже гулять по сети. Вот там ровно то же самое, только немножко отрезается лишнее. Но вот если есть инъекция, если есть цифровой, некий детокс свой, когда ты не понимаешь, что ты делаешь, да, и следишь везде, то тебя, конечно, однозначно найдут, да, поэтому многие эксперты комментируют, не наши, да, многие эксперты западные комментируют эту новость, тоже говорят, что ну, как бы, вот ровно как и мы, да, вроде как торт-это хорошо, вроде все спрятано, да, но в то же время плохо, потому что вот Бармалии и остальные, как бы, крокодилы там есть, да, им надо та-та-та-телать. Но вот то, что был человек пойман, получил срок, но еще, как бы, не присел окончательно, потому что еще идет рассмотрение, как бы, оно было через некие инъекции, да, внутри. Ну, собственно говоря, свой среди чужих, чужой среди своих, как бы, да, спецслужбы всегда так работали, да. Мы сколько примеров видим, вот обмен, как бы, шпионами, ну, считать то же самое, да. Ну, только на цифровом вот уровне. Ну, наверное, так вот мое такое вот поверхностное мнение личное. Соглашусь с коллегами, что в целом ситуация положительная, то есть мы можем сколько угодно говорить о правах и анонимизации, но часть всего это именно тех, кто совершает преступление, то есть это положительный момент. И стоит понимать, что Тор не является абсолютным решением в анонимизации, то есть он усложняет ваш поиск, но не гарантирует, что вас не найдут, то есть просто будет чуть сложнее в зависимости от преступления, которое вы совершаете, то есть рано или поздно до вас доберутся. И то же самое с Телеграмом, то есть просматривая новости там с 15-го года, уже было тогда обнародовано, что находили и по Тору, и по Телеграму, то есть это все реализуемо. Ну, я, наверное, добавлю, Тор меня, честно сказать, мало интересует, по-моему, со временем ареста Ларса Улебрихта было, в общем-то, понятно, что это не инструмент... Тор — это инструмент обхода механизмов цензуры, в первую очередь созданный действительно на американские гранты для распространения по миру и так далее, никак не эффективное средство анонимизации. Если же вернуться к ДУРу, да, есть большой вопрос, который, в принципе, связан, наверное, с тем, как процедура полицейского запроса, там, Law Enforcement Agencies должна выглядеть. Мне бы хотелось, наверное, чтобы на каком-то международном уровне эти вещи были стандартизированы, но, как мне кажется, там, в большей части стран, по крайней мере, там, ну, если мы возьмем Евросоюз, США, Великобританию, Японию, частично Латинскую Америку, как правило, это одобренный судьёй запрос со стороны следователя или прокурора, и это, мне кажется, достаточно понятным принципом. Если ты на такие запросы не отвечаешь, ты становишься ответственным за то, что эти люди делают у тебя на платформе. Большое спасибо за ваши комментарии. Перейдём к нашей следующей новости. Федеральная комиссия по связи США оштрафовала на 6 миллионов долларов создателя дипфейка с участием президента Джо Байдена. Этот случай стал первым известным примером наказания за использование технологии дипфейка в политических целях в США. Ну что ж, я хотела бы уточнить, всё-таки, в чём причина как раз это использование в политических целях дипфейков. Всё мы помним дипфейки с Томом Крузом, и его создатель был очевиден с самого начала, но, насколько помню, у него история не закончилась никаким штрафом, тем более таким большим. Пожалуйста, расскажите немного, что вы думаете про эту новость, и вот именно использование технологии дипфейка в политических целях вводит в заблуждение, и поэтому должна быть строже наказана. А я, можно, начну сразу. Когда мы говорим про любой процесс судебный, особенно в США, надо, во-первых, понимать, какие там есть прецеденты, а, во-вторых, надо понимать о том, какое действие законодательства. Федеральная законодательство США достаточно жёстко регулирует коммуникации, связанные с предвыборной коммуникацией, и всё, что стремится подделать эту коммуникацию, а там, тем более, можно привязать очень много всего интересного, кто за неё заплатил, а регистрировался ли тот, кто за это заплатил, как политик коллекшн коммити и так далее. Там можно очень круто, в общем-то, влезть и очень надолго сесть. Законы невероятно жёсткие. Поэтому мне кажется, что в данном случае ещё, в общем-то, легко отделались. И, ну, скорее всего, это показывает, что любые дипфейки, которые направлены именно на политическую составляющую, а не на, например, юмористическую, с частями политика, будут довольно жёстко караться. Ну, караться карает суд, но, как минимум, Министерство юстиции США будет очень серьёзно к этому подноситься. Ну, Карен, на самом деле, в принципе, ответил на общий вопрос. Да, почему? Да, ровно потому что политика. Да, потому что мы видим то, что происходит. Это борьба между демократами и демократами. И когда одна сторона начинает прикидываться, другой стороной оттягивает на себя аудиторию электронных. Но понятно, что, опять же, вспоминая старинные фильмы с тем же самым Мерфи, когда он баллотировался в губернатор, или ещё куда-то туда, чтобы там деньги зарабатывать. А это деньги. То есть, кто принимает решения, тот сидит, в принципе, на деньгах. Вот всё, что мы видим на протяжении последних лет, оно говорит ровно о том, что кто у власти, тот, по большому счёту, на распределении. И когда оттягивается политическая аудитория, электорат тот же самый, причём тот, который выборный электорат, помогает по противу, то здесь включается жёсткий достаточно режим. Я, к сожалению, не знаю законов. Спасибо, что Карен подсказал. Но да, мы видели прекрасно, что там и порно-дипфейки не карались ничем. И Том и Круз, и Брэд и Питт, и же с ними. То есть, можно... А наши там Вован и Лексус, так они вообще красавцы. Но вот они пока не перешли ту границу, тех радаров, за которые можно сильно влететь. Ну, мне так кажется, опять же. А может быть, ну, вот Зора и Сергей, что-нибудь сейчас ещё скажут от себя. Да, действительно. То есть, это вряд ли можно считать нападками на нейросети и, в частности, дипфейки, поскольку здесь никто не трогает образовательный либо творческий контент, а именно привязка к политическому. Ну, то есть, откуда это шло? Может быть, это внешнее вмешательство? Может быть, это внутреннее вмешательство межпартийное и незарегистрированное? Ну, просто к политическому, а именно к месседжу для избирателя. Да, да. То есть, голосуйте, либо не голосуйте. То есть, вмешательство. Что есть некорректно. То есть, это именно не нападок на нейросети как таковой. Ну, в принципе, поддержу всех своих коллег. Всё, что у меня было в голове, ребята уже сказали. Да, это ситуация, когда надо примерно наказать, показательно, выпороть, создать, так как американское право прецедентное, создать прецедент для того, чтобы можно было дальше действовать, и другим, чтобы неповадно было. Если посмотреть вглубь истории, выборная система Соединенных Штатов Америки, она там с 17 века существует, такая, какая есть, и наказание за враньё внутри этой системы достаточно высоко. Наказание за обман политический, за какие-то вот такие подставы, можно сказать, если простым языком говорить, они всегда предусмотрены достаточно жёсткие. Поэтому там и нет вот такой истории, пришёл человек голосовать, он просто честно говорит, я, Иванов Иван Иванович, хочу проголосовать за того-то. И он знает прекрасно, что он не пойдёт больше на другой избирательный участок ещё раз переголосовать по-другому, потому что если это выявится, его очень сильно накажут. Мне, конечно, жалко товарища, ему надо в течение месяца найти огромное количество денег, прям вот сразу большое. Не факт, что ему дадут кредит под это дело, но хотелось бы посмотреть за его судьбой, потому что, ну, это такой прецедент, и хорошо бы его пронаблюдать, чтобы знать, чем это будет заканчиваться дальше. Но да, Кирилл говорил про Вован и Лексуса. Не нужны дипфейки. Эти ребята работают просто, позвонив своим голосом, поговорив с кем надо. Не нужны дипфейки. Можно не врать. Можно просто говорить. Большое спасибо за такие объяснения и комментарии. Перейдём к нашей следующей новости. Ирландская комиссия по защите данных наложила на Мета, признанную экстремистской организацией на территории России, штраф в размере более 100 миллионов долларов после завершения расследования нарушений безопасности персональных данных в 2019 году. Выявилось, что компания ошибочных сохранила пароли пользователей в виде обычного текста. Кстати говоря, была тоже одна позитивная новость. Ростелеком и Солар запустили бесплатный сервис проверки персональных данных на утечке. Хотела бы уточнить у вас. Собственно, это вроде бы такая новость 2019 года, и она не сильно касается наших, наверное, российских пользователей. Ну, помнится, мы тоже обсуждали, как во Вконтакте можно было посмотреть различные прикреплённые файлы, в том числе и паспортные данные. И в этом плане показательная ли эта новость, в том числе и для нашего сегмента социальных сетей и приложений нашего рынка. Может, мы начнём вжоры, как олдскульные такие телекоммуникаторы. Прямо совсем с давних времён. Но давайте всё-таки к этой новости. У меня на самом деле два вопроса. Я почитал первоисточники, опять же, причём там с вложением ниже, 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 пока не понял ничего, называется. Вот в девятнадцатом году расследование как бы было о том, что в двенадцатом году был сохранён некий текстовый файл с паролями, который лежал внутри Фейсбука, и к нему имело доступ большое количество инженеров. Кто это откопал? Где это откопал? Но красной нитью, что Фейсбук сам сказал. Сам сказал о том, что у них вот это вот нашлось. Ну, хорошо, сам сказал, да, сам сказал, сам наказался. Может быть, что-то скрывали за этим. Может быть, ещё что-то, да. Но нахождение... И причём эти пароли относились к приложеньке, которая называлась Фейсбук Лайт, которая работала на медленных каналах связи, чтобы это быстрее отдавалось. Ну, то есть, вот с точки зрения технологии, я понимаю, да, запрос-ответ текстовый, и всё нормально. Ровно так же у нас, когда вот Диалаб стоил 3 доллара за час, модемы пищали дома, да, хранились все данные на юниксовых серверах авторизационных, да, там, если это была там циска и такакс, то прям вот прямом файл любой, кто имел доступ от Минской к этой штуке, как бы видел все логины, пароль, а юсипишные почты, я вообще молчу, да, что там было. В радиусе, в принципе, тоже они лежат в файле. Но это давно было, да, нулевые годы, куча тоже было не взломок, да, а наследство старого. Когда про старое забывалось, а новое уже шифровалось, рассказалось, а старое валялось, да, вот эта вот новость, она была как раз про некое старое, да, то есть наследие, которое вытащилось там с 12-го года. Если мне не изменяет память, пусть Бог с 5-го, с 6-го года работает. Я уже не помню, да, с какого он там начал. Но вот что-то старое, да, но опять же, кто сказал, зачем они это сказали, почему это сказали, ну, бывают, бывают наказали, да, благо, надеюсь, такого сейчас нет и там нет, да, во многих других местах до сих пор где-то есть, где-то болтаются и логины, и пароли, и незакрытые хранилища данных, особенно если кто-то начинает использовать CDN, в одном месте удалил CDN, не почистил, а с там поиском ищется, там много всяких технологических, технических нюансов, да, но штуки такие бывают, и, конечно, инженер, который должен заниматься безопасностью, здесь вопрос, конечно, больше такой сетевой безопасности внутренней, да, он должен был получить поршавки за это, да, даже в то время, потому что так, так, нельзя. Я временно закончил. Конечно, так нельзя, но когда очень хочется, то можно, мы знаем примеры очень распространенного корпоративного софта, где пароли аккаунтов внутри системы хранятся в открытом виде, несмотря на то, что в этом весе-то просто действительно можно прикрутить какой-нибудь MD5 и будет работать достаточно быстро и хорошо. Оправдание, что это для лайт-версии, что в тексте отдавать удобно, ну да, оно, конечно, удобно. Я думаю, что здесь просто был недогляд, была какая-то тестовая история, по-быстренькому протестировали, заработала, ну и отрелизили и не закрыли, забыли. Очухались, видимо, где-то была возможна утечка, возможна компрометация, если действительно там какое-то количество системных администраторов или программистов имело доступ к ней, возможно, кто-то куда-то уволился и утащил с собой эти пароли. И где-то это всплыло, пришлось делать пресс-релиз на эту тему, говорить, да, мы обнаружили, но мы все закрыли. Другое дело, что есть страны, которые действительно реагируют на это дело болезненно, есть юристы, которые уцепились за эту возможность заработать, да, давайте мы сейчас, вы нам тут заплатите за юридические услуги, а мы вам сейчас иск подготовим, и вы заработаете очень много, и мы тоже большой процент получим. Это, в общем, такая юридический троллинг, юридическая коммерция в итоге-то вышла. Я действительно тоже, как и Кирилл, копал вглубь, вовнутрь, посмотрел, вспомнил, что, в общем, когда-то, да, уже это вот с памяти всплыло, да, мы уже даже где-то с коллегами обсуждали, но в целом я хочу вам напомнить, что все, что попадает в интернет, оно попадает в интернет навсегда. Поэтому будьте аккуратны со всеми, в том числе и конфиденциальными данными, которые пересылаются или выкладываются вами куда-то в сеть. Сегодня там есть зашифрованный пароль, завтра вдруг закэшировалось, послезавтра где-то на сиденье осталось. Ну, и в принципе, хочу напомнить, что вот до сих пор всевозможные формы, движки форм, которые используются в сети, а там по умолчанию настройка хранить пароли в открытом виде в текстовом файле либо в базе данных. Надо поставить при инсталляции галочку «Обфуцировать код», тогда вроде как все будет закрыто. Но, в общем, люди ленятся. Человеческий фактор. Да, соглашусь с коллегами. То есть единственное, что мы можем положительно в этом моменте заметить не для самоорганизации, а для других, что для них это будет хорошим напоминанием. Проверить свои системы, возможно, и не доверять своей внутренней безопасности, а, возможно, внутри еще перешифровать. Ну, я тут скажу, что с развитием технологий у нас, например, у Google есть один из проектов, который просто говорит, что пароли вообще не должны использоваться для сервисов. О том, что достаточно есть технологий условно в смартфоне, чтобы пользователя не заставлять вводить, запоминать пароли больше никогда. НИСТ, американский институт сортизации, буквально на прошлой неделе выпустил большой, опять же, новый стандарт по паролям, где не надо заставлять специальные символы использовать, не надо там заставлять часто менять, не надо, это все не повышает безопасность. Вот. Поэтому я думаю, что это такое действительно, с учетом, ну, сколько времени обычно проходит судебных процессов, это такой артефакт прошлого десятилетия, которую в этом, мы, надеюсь, будем видеть все меньше и меньше. Большое спасибо. И наша последняя новость. Российские инженеры из УГТУ совместно с Российской биотехлабораторией провели эксперимент по управлению беспилотным грузовиком «Газель-Некст» с помощью нейроинтерфейса. Решение позиционируется как уникальное, позволяет управлять автомобилем без рук, то есть с помощью волновой активности головного мозга и датчиков акселерометра. Ну, первое, о чем я подумала, это «как тебе такое, Илон Маск?» Это наш мем, который в одно время был популярным. А второе, в курсе философии, не знаю, про Криндосузию очень сильно пичкали философией, и был такой философ, если не ошибаюсь, немецкий, Мартин Хайдегер, он сказал «Наш путь, путь мысли». Как вы думаете, как далеко нас может завести такой путь мысли, насколько это вообще применимая технология, вариант, как это называется, кейс, это прикольно, но будет ли это вообще когда-либо использоваться? Ну, можно я тут чуть-чуть. Есть огромное, когда, собственно, поскольку уж ответ Илону Маску, когда у нас Маск запустил компанию Нейролинк, да, которая, как известно, занимается выживлением чипов и так далее, вот, был, есть такой прекрасный ресурс WaitByteY, он очень редко, буквально несколько раз в год публикует статьи, гигантские, и они прямо вот разбирают тему по косточкам абсолютно. И тут что можно сказать? Ну, во-первых, это реальность, безусловно, с технологической точки зрения все понятно, там нет каких-то откровений, там есть закон Мура, то есть у нас чипы должны пройти еще много-много-много циклов для того, чтобы это стало реальностью относительно недорогой, и чтобы нам не приходилось там, чтобы это условно было какое-то понятное устройство, а не неизвестно что, что носить с собой вот, в чемоданчике. Так вот, все вещи, которые связаны с, соответственно, таким управлением, их в первую очередь, конечно, рассматривают как что-то для, естественно, людьми, которые потеряли возможность, собственно говоря, это делать руками. Вот. но пока что, по-моему, там видеоигры относительно простые, это максимум, на что подобные вещи способны в реальном, скажем так, мире. Ой, можно я? Я, конечно, попробую на серьезных щах, это еще не надо. Я распечатал, я, честно скажу, что распечатал. На самом деле, Карен управляла «Газелью» никакой не чип, управлял «Газелью», компьютер, компьютер, то есть, к которому был подключен человек, у которого снимали энцефалограмму и пульс. Пульс и что-то там еще. Но чип-то-то, по сути, также работают, как электрический сигнал. Почти, да. По Wi-Fi. Мозг по компьютеру по Wi-Fi передает данные, и он «Газелью» управляет. Нет, на самом деле, это все как бы тут, на самом деле, серьезно. Снимает показатели энцефалограммы головного мозга, отслеживает движение головы и пульс, а также позволяет понять, в каком состоянии находится мозг, его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрация. Ну и дальше пошли стандартные фразы. Если человек устал, «Газелью» будет ехать медленно. Если человек отвлекся, она может быть там что-то еще сделать. Мы вот с Жорей смеялись до начала записи, да, а что если там кошка черная пробежит, да, а что если будет там кто-то на обочине стоит, что будет еще. Ну как бы новость сама по себе технологически прикольная, да, что наши молодцы, у нас прорыв технологический, но связка провода человек-энцефалограмма, оно у меня как-то вот немножко не укладывается, да, то есть технологии-то да, понятные, наверное, да, но как это должно работать и для чего оно сделано, ну я не очень понимаю, да, но хорошо, технологический прорыв, я считаю. Ну, то есть реакция на эту новость такая же, как на все остальные, то есть приятно, хорошо, что это делают наши ребята, но вопрос именно философский, как это будет работать, как это реализовано, как это будет отражаться на людях, и в целом, да, это дает дополнительные возможности тем, кто утратили их до этого, то есть возможно у нас будут новые рабочие места, там, оператор газели и все остальное, что звучит неплохо, но когда мы это увидим и увидим ли мы это вообще, это уже вопрос времени. Звучит эта новость весьма юмористически, в основном из-за слова газель, мы все привыкли, что это такая маршруточка, желтенькая, управляемая джигитом, но самое интересное, что меня в этой новости зацепило, это неинвазивный метод снятия показателей управляющих для того, что неважно, чип управляет оконечным устройством, в данном случае автомобилем, или там целый компьютер с кучей софта, очень производительный, чтобы успеть все это сделано, провернуть, мы еще не знаем, какие там сервоприводы, важная история, между прочим, научная работа, это не просто так, это, в общем, в рамках научных исследований проводилось, и здесь и диссер защищается, и люди степени, ученые на этом получают, не просто так все, главное, это неинвазивный метод, это то, над чем борется на самом деле весь мир, и мы здесь ничем не отстаем от всего мира, мы также исследуем способы, возможно, действительно, как Кирилл говорил, по Wi-Fi из головы передать информацию, Wi-Fi в этом случае не как конкретная технология, а как беспроводная история, мы не должны чипы внедрять в организм, мы не должны электроды внедрять в организм, мы можем максимум надеть шапочку специальную, которая передаст как-то все это дело, силы мысли, или это действительно набор нейроимпульсов, неважно как, здесь самое главное, что исследования ведутся, люди занимаются действительно по-настоящему научной деятельностью, публикуют эту информацию в международных научных журналах, и это приведет на самом деле к некому прогрессивному продвижению целом этой истории, опять же, как коллеги до этого говорили, для того, чтобы увеличить шансы у тех, у кого нет возможности чем-то управлять, или как, по крайней мере, повышать качество жизни. Слушай, ну я не могу не продолжить, Джор, ты меня прости, но стебаться так стебаться, две шапочки, одна управлять, а другая из фольги. Ну правильно, чтобы экранировать. Отлично, большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом в Телеграм. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok